дорогие друзья мы возвращаемся найти писи тур под номером 3 восточной европы дивизион 2 в общем такая мораль то пройдет дальше везем по номером один а две команды покинут к сожалению не писи пока мы наблюдаем противостояние navi джуниор против money makers и вот вторая карта уже практически на ваших до money makers выиграли первую карту сейчас они ведут 10 и честно говоря первая карта она не внушает доверие по поводу игры navi джуниор им стоит поработать в первую очередь конечно на драфтами потому что мид был проигран настолько в салат что они не смогли реализовать даже то что работали по объективам лучше даже то что казалось бы их такой темповый дарат должен был сработать как-то как-то не пошло как я сидела и увидела в чатике написали что вот спирит мертвый герой в этом патче поэтому должны были выиграть но в принципе чатик на самом деле здесь оказался прав потому что действительно как получилось в итоге да он не такой сильный сейчас мы увидели все своими глазами что действительно очень сильно ослаб но вы дорогие зрители не будьте слабыми и получать себе фрибэтик до 10 тысяч рублей от наших друзей звен лайн просто сканируйте qr-кодик и получаете его или кликайте по баннеру под трансляции для того чтобы получить его там есть интересующая информация не забывайте еще также про приложение midline которым собрана детальная статистика грядущих и прошедших сражений и что вот ты по поводу думаешь money makers и navi джуниорс если шанс на вид джуниорс камбэк на эту серию или теперь будет 20 только в другую сторону уже именно в сторону money makers ну как и всегда все зависит конечно драфтов и мне вот эти вот игры были интересны потому что они происходят в контексте нового нового патча мне было интересно как команды под это адаптируется продолжат ли они распикивать точно так же вот я как раз хотел сказать про вайда он на божестве то есть на high ммр пабах он пикается в 50 процентах игры имеет винрейт 52 процента то есть это все еще нормально он конечно не такая имба как был раньше он скорее просто стал добротным вариантом еще учитывая то что его наигрывали многие мидеры очень у многих игр и мидеров он сейчас в пуле как будто бы это хорошая опция до сих пор для команд остается ты помнишь что было вот встречу с профитом которая в одно время был имбой импище простая first pick герой на позицию причем 1 2 3 а в один момент его просто подубили этом очень сильные мы изменили способности подрезали его всего и он там вроде бы пикался но в какой-то момент сейчас помню пик рейд 0 процентов вот на про сцене не думаешь ли ты что такая же судьба ждет вот спирита но свой спиритом пока нет потому что чаще всего такие изменения видны сразу то есть это не постепенная история буквально там на следующий день после патча процент побед вин героя особенно героя который часто пикается он падает вниз а свой спиритом такого не происходит он удерживается именно да пока что на короткой дистанции но тем не менее конечно скорее всего не ведра чуть-чуть под просядет но героя пикует часто его винрейт сохраняется так что скорее нет чем да да у нас банально в прошлой игре был пример такого же героя которую недавно нерфили и он соответственно я был вообще никому не нужен это брут мазер и недавно ее вернули в мету сейчас очень многие очень многие скажем так драфты они идут именно от нее и рассуждения драфтов на интересно что ждать от этой игры будет ли какое-то вновь удивление но мне кажется что необходимо будет подбанить брутку все-таки пма отыграл на ней очень славно вполне себе если бы не ричман который потерялся в один момент и не вернулся ушел за хлебом так сказать но я думаю там бы был исход на самом деле другой вполне себе потому что там очень разогнанная бруда была просто действительно не хватало еще одного корт персонажа и милт мк не классический с радиансом до сих пор вызывает некоторые вопросы по окончании игры кроме той одной арены 2 арен я от него вспомнить ничего не могу особо такого но вот спирит он там был именно playmaker и конечно его не хватило вот именно с точки зрения пространства на карте который он должен был обеспечивать он практически его не обеспечил более того он забирал его сам он пытался вернуться пригрел он фармил кстати из героев которые скорее всего как мне кажется тут просядут винрейте и уже пропал этот герой это магнус которого недавно подбай подмерфили и честно говоря последнее время его почему-то вообще не вижу дорогие друзья драфты драфты начинаются второй карты и на противостояние money makers против navi джуниор прямо сейчас уже есть первые баны поэтому всем приятного просмотра мы продолжаем смотреть заключительную серию сегодняшнего игрового дня панга брутка очевидно вот кого появилась там и спирит брейкер тимбер соу есть и имбовый тот же самый есть нича есть doom то есть вообще выхода в ферст пике очень много здесь находится у ребят и медуза есть кстати опять с битрайдером начинают у нас navi джуниор все таки посчитали они что в прошлой игре хорошо работал герой и действительно на самом деле вот этот мир битрайдер он касается в первую очередь корбит райдера либо мидер либо тройка потому что у нас нерфили напалм точнее первый скилл и первый скилл у нас почти не качается на четвертом уровне появляется и распек у нас бестмастер плюс течис максимально метово и сильно отвечают но очень считаемые пики на самом деле то есть много метовых героев осталось doom тот же самый новый пока от пошли без мастером мне нравится что сейчас без мастер по пикабельности будет обгонять дума все таки это не тот герой который требует акторина который допустим очень смотрелся на думе а учитывая то что сейчас подрезали его doom свою популярность я думаю отодвинет второй план перед бестмастером подбанили а м против дузы грамотное решение ну тут на самом деле конечно конечно для этой карты потому что дуза потому что подбанили аэма я обычно знаю что sd бы подбанила от греха подальше вот я как раз хотел сказать тоже про морфа которые эту дузу не то что закрывает но очень неприятно дузе играть и у нас такой какой-то какая традиция нас появляется что перед второй стадии мор всегда улетает в бан какие бы пики в первую нас не были бы сказал ну которые любят именно в долгую драться как медуза максимально выключает героев которым приятно очень долгие этим файты да это все правильно но вот говорю с дэба еще выключить для кирс правда не хватает здесь банов банально и придется наверное возможно получить его себе в лицом потому что персонаж против дузы хороший и когда ты против себя имеешь sd а теперь уже скадон собирать допустим не хочется на дузе придется идти через папочку да и этот sd он как раз в пулю бигнума и он может его себе взять отвечу с флекси между двумя саппортами этой команды поэтому я не удивлюсь если сейчас спокойно манимейкер соснуть себе sd и будут думать кого еще добрать и тем более отталкивать спокойно вот ребят знаю джунира на пока он даем андет на линию странно почему они отказались выбрать дэну да в принципе тоже нару хотя там буломает там очень быстро токи и ладно принципе андон сейчас выходит тоже на первый план мне понравилось как его сейчас начали вспоминать редко редко сна его так раньше опекали сейчас очень часто а ты вот увидела от пм исполнение на эмигме какой-то очень странный пан потому что я вообще не вижу в пулю по этого игрока не знаю честно вопросы как бы у меня тоже есть почему они но я так понимаю может быть какая-то задумка ну тогда бы рубика взялись хотя рубик наоборот против аниму кайфанул бы не знаю правда странный мув страны чего нибудь да герой будет security line security какого-то смоу кэри и возможно как раз будет взят кэри который в начальной стадии игры скорее немного слаб пл который тоже будет в эту метузу очень хорош да кстати хорошо пол нога то есть вот что-то из этого на самом деле разряда будет тут вполне себе ок для команды мои мои мейкерс если говорить о навид джунир что им сейчас над спорта потихоньку открывается из битра и драна открыли саппорта плюс тройка я думаю будет более чем в данной ситуации и если говорить о тройке то есть открытый тот же сам дум как ни крути он имеется есть under lord которые дают приятную ауру и ты не хочешь против себя under lord окончательно ты в принципе вот его себе забираешь и в эрку берут в эрка я так подозреваю что это именно саппорт потому что медуза именно на корр позицию и отправит ее бегать секиры активную игру играть пока мне снизу более чем нравится что они взяли но сейчас бы будет взять пл какой-нибудь стоимость большие сомнения конечно против under lord в начале неприятно но по игре был тут он должен закрывать еще глянем все глянем насчет в эрке очень необычный банда на вид жуниор точнее пик потому что до этого они несмотря на то что она была популярна практически с ней не играли и взяли т.б. у нас money makers еще один иллюзионист в прошлой игре их кэри играл на иллюзионисте крайне хорошо и понять на вид жуниор к вопу аналогичный был баны в прошлой игре боятся не этого героя потому что они будут открывать своего мидера раньше чем money makers и боятся что опять закроют центральный коридор их оппоненту как раз sd sd но я говорила sd для пика сверху они для пика снизу ну да ладно в принципе это уже точно не видим по крайней мере в данном противостоянии такс под бане что же чем можно подбанить то игрокам если говорите на вид жунир и именно о миде есть какой-то эмбер тот же самый классический шторма эмбер которые тоже на миду смотрится вполне себе окей на пак ночью пак нормально раз круто боль недавнего поражения сыграет и в итоге забанит темп ларку да вот решили шторма свою очередь подбанить лича почему же интересно банить лича неужели думает что это именно верка нет ну ладно вполне себе такое может быть так это все flex flex и в этом силы персонажу не даже какой-то трейдер флексится хотя конкретно у навиджу но тем не менее с другой стороны если вдруг в эркомпит странно оставлять прямо на последнюю стадию саппорта поэтому я бы все-таки скорее мидер спикал инга но добавлять урон чик подсевливать медузу что-то экспериментальное что-то новое окей окей нормально нормально уверенный драфт снизу чем же теперь закрыть правда это все для команды манимы и если мы говорим о мидере для них может быть какой-то но пак уже не очень хочется брать потому что есть все-таки контроль какой-никакой на тебя хоть этого в принципе доджишь шифтом так подумать 45 процентов энрей то есть у меня огромное сомнение насчет этого саппорта и в целом в целом помните на не имею ввиду и есть скажем так такое мнение что это очень плохой саппорт дашка может сейчас как ты думали дистанция дистанция против дузы круто пусть дайдер в чем ставит минуту потрогать это выпить битрайдер не очень хочу ставить 20 поскольку у противника в противнику дуза но вообще пик сверху я не знаю этот битрайдер вид правда я честно как-то сомневаюсь теперь резко битрайдер мид меня как-то совсем не импонирует сейчас я тоже поставлю на манимейте намного больше нравится опять мне кажется что снайпер не то что прям вытерет этого битрайдера но будет тяжело в общем бэтику конечно очень сильно что зависит от скажем так скилла личного и возможно битрайдер может закрыть этого снайпера и тогда будет все наоборот очень плохо у манимейтер потому что них опять три жадных героя но бестмастер он все-таки жадный по-своему он забирает именно пространство противника он живет в лесу противника вызывает на себя смока как было это в прошлой игре вот но мне больше нравится пока их драфт если честно а мне больше нравится новая крутая фишка от венлайн это выбор любимого клуба которое существует приложение просто заходите выбираете любимый клуб и теперь вы можете автоматически получить повышенные коэффициенты для ставки на любимые клубы и помимо этого процент от вашей ставки вне зависимости от выигрыша или проигрыша идет баланс клуба в конце сезона вместе с другими ребятами болельщиками этого клуба вы решаете куда пойдет этот ваш накопленный капитал всеми вместе может быть нового игрока хотите может быть вы хотите и bootcamp ребятам организовать где-то вместе получше около моря например это все решайте вы вместе с другими болельщиками фанатами клуба поэтому заходите используйте и практикуйте эту фишку но и не забывайте конечно что фрибете когда 10 тысяч рублей от наших друзей из венлайн уже ожидают вас по баннерам в описании трансляции помните об этом что уже можно внести первые денежки в развитие любимого клуба давайте в игру давайте в игру вторая карта предстояние money makers против navi junior начинается прямо сейчас так что мы ожидаем счет этого противостояния мы снова поставили на 20 потому что нам с тобой куда больше нравится снайпер нам с тобой не нравится мы трайдер точно сошлись но у противника у navi junior медуза это всегда очень опасное оружие да и очень много будет решаться опять в виду насколько бы трайдер сможет взять свой какой-то стартовый творцы опять делать дела на карте и активно играть тем временем у нас сейчас факта дота двору раскопали navi junior теряет наибольшее количество observer вард в ходе второго дивизиона летнего дура дпц восточной европы среднем за карту молодежный состав рожденных побеждать терять по 6 желтых бордов ничего себе много-много сказать по 2 ровники забирают баунти начальном этапе расходятся по линиям игроки никакого притета никто преимущество никакого не получил при паритет как раз таки остается разбанируют кемпы себе чтобы было удобнее отводить и в принципе ребята есть расходятся более-менее миром пока ферзблада не было да и дефолтный вард от дайрон остается стоять на хайграунде и мы сразу начинаем смотреть за медом и егор знает крипов противника и потихоньку тыкает этого бэтрайдера очень много напалмов получил 7 напалмов получил если что здесь ни в коем случае вот они снимаются это очень круто что они снились конечном итоге с него вообще как ты думаешь противостояние снайпер и бэтрайдер кто будет посильнее но с одной стороны снайпер очень приятно . вать за счет от сворота и наверное хороший снайпер он будет комфортно с такой в какой-то момент это очень опасно для снайпера матча потому что бэтрайдер будет пытаться его именно опыт убить поэтому я скорее чуть-чуть в сторону снайпер но скиловый бэтрайдер может может это перевернуть просаживать у нас прямо на андерлорда здесь конечно фракшенами постоянным плюс слэйр очень сильно душит его это постоянная душка за счет дикеев и приходится здесь пойма не сладко даже подойти к репам банально не может у него один крип если что у террор блейда 9 на 5 кошмарные цифры слэйр кошмарит всю линию и это тоже очень плохо для андерлорда правда забирают курьера да и забирать себе у слэйра курьера пока придется немножко повысить эндайон был без ресурсов на этой линии хотела сказать чтобы трейдер на самом деле все уже неплохо потому что первые пачки как раз на него опаснее а он все-таки стоит чуть-чуть и для себя в плюс и нападают на пм у нас да и убивают оформлять у нас т.б. скилл на самом деле это очень хорошо потому что топлый грифстат и первое убийство какая же профессиональная душка устроена на сложной для андерлорда эта линия полностью сейчас оправдывает название его игре потому что два крипа first blood отдал оппонент и ты не можешь найти крипам поскольку у тебя у противника and dying с постоянными дикеями из-за этого конечно андерлорда приходится нелегко но это понятно дефолт на самом деле отдачи чтобы быстрее возродиться там ты по 20 монеток оппоненту отдаешь но зато возрождаешься в разы быстрее и просто не тратишь телепорт а так телепорт стоит сотню в принципе идея вполне себе рабочих даже у венге больше было крипов чему андерлорда у нас пока верхние длини несмотря на то что она довольно контактная самая мирная но потихоньку просаживать у нас количество маны а битрайдер у нас гонит вот до 2 снайпера и видимо я был все-таки неправ для битрайдера здесь у нас поактивнее снайпер терять много крипов и на самом деле в виду сейчас для navi junior все намного лучше оборачивается и возможно будет противоположной ситуации теперь уже егор будет пытаться вернуться в игру до 13 на 5 19 на 7 немножко проигрывает он здесь мид по крипам но мы понимаем что ему вполне себе нормально вполне себе окей на это снайпер соберет себе мам соберет себе но стром и нормально и кайфово вот кстати доняет здесь ровно воды не дает ричману дополнительные ресурсы спокойно здесь его огняет пока мне все тут нравится как делает егор егор без шапнеля поэтому на самом деле он сможет нам бы как но не так эффективно как мог скажем так не претензия это хороший билл сейчас на снайпера но он такой контактный это значит что ты будешь им не стоять в виду и . ваться у него это сейчас не особо получается сделать его битрайдер поддавливает тоже организовал профессиональную дужку медуза нормально медуза хорошо то есть еще и правильный крипов здесь кстати на низу опять пойма больно как же от метаморфоза на страдать лукас дабл килл на данной линии осуществил да есть без мана отсюда просто вынужден убегать по своясе хорошая реализация меты для команды money makers прямо у лукаса вообще все идеально идет если что до больше 500 500 у него гпм уже на пятой минуте что конечно редкая история обычно все таки гпм разгоняется ближе к медгейм замес у нас тем временем наверху посаживать у нас медузу он теряет сумму ну и забирают нас вот персонажа пытается разменяться с биггнам венга но скорее всего получит сделать но выбрать их выбирает саппорта в 1 но то что погибла дуза это неприятно это неприятно пока у на виджу нервни все складно идет вот биггнам тапается под шестую минуту сейчас будет какое-то взаимодействие но нету шестого левела кстати у снайпера что плохо для таких мулов но он именно хорошо играют саппортом money makers оба стягиваются подмит в то время как саппорта navi junior этим не занимаются вообще да не хватает не хватает этого согласна с тобой что никто даже не помогает не приходит так не под активку не под что не подробно воды но тут хотя этого хотелось удивительная история да просто это именно они должны как бы ставится подмит они должны давить снайпера от не наоборот и опять канаве джунир в этом плане есть большие вопросы вопросы имеются подачки приобретаются стайпер одновременно с медузой покупает данный айтем они уже немножко потихоньку упакованы авангард есть у андерлорда там у кого-то забирает курьера опять слэш забирает у пм а правда успела нести им важнейший предмет для себя на линии хотя бы можно немножко стоять поставим там компом довольно много справа статут уже восемьдесят семь минут слева всего лишь два и это кстати упущение на самом деле потому что слева есть снайпер тут еще кстати тамбу заберут если что и себе плюс 150 поймал выгодал перетяжка от ридиса произошла вниз но никого там забрать не получилось несмотря на то что знать прогоняли там по т2 немножко обгоняет он натвор субы прайдеры все на самом деле очень хорошо у коров money makers чуть ли не первые три строчки за этой командой но я думаю сейчас этими крепами на три строчки и будут за бегом и компании да да так это так есть я немножко акцент на бот линию от команды navi junior там правда это все дело останавливает него все-таки топ-1 и порс 3 900 4000 т.б. огроменный правда т.б. очень большой у медузы 3 400 500 отставания если что здесь кстати нашли слоера если что венга за ним сейчас погонится еще плюс один они могут его забрать вполне себе потому что ричман стягивается под слоера пытается конечно курьера кстати курьер забрал на свою жизнь за это тоже отдаст и тут конечно уже делают просто одной печки отлично непонятно почему не сделал тапа вот сразу после первого стана от венге свапа у нее не было и не могла на никак сбить на самом деле тебе очень большой это очень важно потому что сейчас размениваются ты один вышки у нас соответственно без мастера сюда давление и андерлор но за счет того что там т.б. очень много он остается под вышкой и он не дает разменять разменять эти товара и скорее всего он будет вынуждать нави джуни растягиваться под этот табак а бест мастер он спокойнее открывает товары потому что медуза она нет нет да и отходит в лес я думаю он тогда не делать пал потому что боялся может быть лассо от бет райдера там седьмого уровня был и лассо у него вполне себе могла бы выйти год до джуз просто поставляется под рор если что без мастера здесь еще и приходит бигдом прыжок бесконечности но пойма уже здесь прямо пришел однако лукас тоже на месте через тенге этот прошел подключают медуза очень быстро и слоя практически погибли кейми пока живет но в конечном итоге хорош от его приговаривает заходит на пригору хотят играл играть лукс вовсе не выйдет от драку перетяжка есть на бест мастер остается и вроде бы размин медуза в два игрока и вроде бы не так уже хорошо для мэймейкерс да недавно я говорил что без мастер спокойно будет открывать эту вышку и в итоге драка 5 на 5 у нас под вышкой команды navi джуниор много у нас урона нанес underworld и бест мастер строить команду очень хорошему было тб такой в стиле я тара сейчас под мету выйти через портал и помочь команде открыть там но к сожалению он не увенчался успехом 1000 меньше 1000 что за одно что с другой команды пока паритет по деньгам прям абсолютный вообще прям чётенько ровень ровень идут единственное что большой тб большая тб это конечно думаешь кому это в плюс то что сейчас у нас равное количество а сложно сказать просто у navi джуниор побогаче саппорта будут то есть у них в рк побогаче на тысячу оппонентов это тоже очень сильно решает а у противника вот видишь богаче наверное я бы сказала что для money makers чуть-чуть ситуация получше обстоит просто не поувереннее себя чувствует у них снайпер это всегда будет какой-никакой дэмэдж и если мы рассматриваем лейт да естественно противника медузы но у money makers есть снайпер а это очень важно и очень грозное оружие выйти 10 компов стакнуто а друзья в это время вы можете до 10 ищербляет наших друзей из венлайн просто сканируйте qr-код и получать себе приватик или кликайте по баннеру по трансляции чтобы себе его заполучить не звать еще про приложение в котором собрана детальная статистика который вы можете скачать и убедиться в этом сами 10 стаков компов от венге как вообще тебе такие цифры ну это конечно очень много интересно насколько будут то money makers это все пти давить на вес противника и пытаться эти статьи контестить но пока его разобирает свои статьи и как раз контест происходит от нами джуньер пытается творить подогнать тем временем открывает портал андерлорд и будут пытаться убивать этого снайпера и скорее удачно это все происходит до убивают у мидера money makers и возвращается андерлорд свой портал хорошо здесь поддавили снайпера забрали при подвышку все-таки лассо реализация это по моему первое лассо причем бетра и драмы снова видим и лассо успешная снайпера забрали показывают год для джуса фармит что угодно джусы по планам у товарищей медузы лукаса нам показать там монта ставил драгон лэнс и бабочка такие айтемы да а у медузы пока непонятно пока она просто качает яшу скорее всего там будет та же самая монтан дальше уже какой-нибудь скади что-то подобное пытаются сейчас money makers выйти под мид через уме ту т.б. и скорее всего заберут они это товар я опять очень хорошее перемещение вот т.б. нравится мне как играет лукас в обе игры классно лукас красавчик правда что предыдущий на ноги что в этой на т.б. но в этой игре раскрывается потихоньку ричман бутрайдер молодец же смотрели нашел себе силы после такой заливочный она будет перец сейчас достаточно классно реализовывать своего героя и иметь преимущество над снайпером это очень-очень вполне себе про детский мув снайпер себе собирая диффуза так понимаю направлено это на дужку медуза да и вот как раз я хотел спросить что считает dota и она ставит он уже скорее немного в сторону navi junior как немного 75 процентов прошлый раз была обратная ситуация кстати до 29 на 71 было на конечно пока диаметрально противоположная ситуация но я как-то пока не могу сказать что вот 75 на 25 в пользу navi junior правда пока не верю что именно так все плохо я бы вообще скорее в сторону мани мейтерс ставил конечно знать ров вот именно по игре будет против бутрайдера неприятно но не настолько потому что все таки у т.б. очень много у без мастера тоже очень много и несмотря на то что весь мастер чуть пассивнее если в прошлый раз он прям активно занимал лес противника то сейчас он скорее тусуется в тройке вместе как раз со снайпером и т.ч. сам и аформлять у нас смог navi junior с лидером и двумя саппортами и там есть блин правильно показывает observer кстати и если бы чуть-чуть вниз сместились потому что именно там располагается и вот совершенно один-одинешенек если бы чуть-чуть туда вниз не это шел т.б. седьмое чувство 6 льдом какой 7 его не подводит он уходит тем самым прочитал если что важнейший смог на его душеньку из-за этого выживает да и вот обратил внимание что теперь уже смог было в лес противника именно поэтому скажем так в прошлый раз удивлялся сейчас он был такой более конкретный но на самом деле я сейчас считаю что надо именно в тройку больше смокаться несмотря на то что это опаснее в тройку ты с большей вероятностью найдешь противника понимаю что большой лес макать хочется больше и там есть так на простор для гангов засад и чего-то подобного и теперь money makers у нас идут на супер раннего рошана у нас какая-то зеркальная игра теперь уже декор скорее всего будет пытаться забрать себя ездить еще и до стамбуна это дело потратили все ваши по слою хорошо реализовали сейчас такое времена окном money makers собирают себе эгиду на фарм так что пока делают все более чем круто 1000 преимущества за navi джуниор перетяжка моментальная вниз там бы наказать быстрее бпм а хотелось бы но всего лишь два героя туда выдвинулись а именно таки со слоя вдвоем они конечно с этим андерландом вряд ли что-либо сделала тем более без там бы а вот со снайпером теперь уже если на какого-то бы трайдера выехать было бы более чем круто бигном прям идет по траектории движения ричман он делал кстати паут а успеть а успеть эти 5 не успевает бигман чуть-чуть по времени за ричман на самом деле интересно насколько у нас действительно противоположно протекают игры если в прошлый раз у нас чуть-чуть вели манимейтерс но navi джуниор рано забрали рошана и скорее было дота плюс говорил в сторону все манимейтерс то теперь нас ровно противоположная ситуация и уже navi джуниор скорее фавориты с точки зрения компьютера несмотря на то что а едис ну у снайпера такая гиды на фарм больше согласен идти тут кондиции гем на 17 мить обратите внимание на натвор снайпера по сути это вот спирит из прошлой игры теперь егор у нас возвращается в игру пытается и на самом деле как мне кажется вот спирит не так сильно зависимо от натворца в отличие от того же снайпера и на самом деле вот спирит без денег это намного лучше чем снайпер без денег да снайпер в этой игре конечно страдает хотя несмотря на такой вроде бы хороший матчап на центральной линии опять где-то он не игрался диаметрально противоположная ситуация с предыдущей карты не верю что будет диаметрально противоположный исход поскольку мы ставили именно на 20 но кажется все поэтому идет на работают эти 10 стаков от венге и возможно скоро когда медуза начнет полноценно комититься файты на виджунир будут заниматься тем что они умеют делать нападение у нас кстати на андерворда через тимуэйт лист мастера три героя пытаются убить ворда и похоже у них не получит не получается что-то сделать ультимейтом снайпера на последней секунде они все-таки добирают тройку нави джунир но остаются вчетвером на остаются вчетвером хороший фраг на андерборде очень хорошо здесь показали пойма на ридис и еще выйти можно вполне себе там есть шапнелька очень больно куски от него отлетают быть здоров и бегом еще пошел на пересной и здесь конечная для ридиса еще и помимо этого вышку скрывают хорошо действует манимейкер с минус 2 нашли и еще и вышку открывает пока без мастер не прощает оппонент да и вот как раз я хотел сказать что нави джунир сейчас будут забирать товара и объективы когда начнется коммититься медуза к ним а нет теперь манимейкер с этим занимаются забирают и один я думаю что надо это не еще и на т2 но решает они сместиться в тройку дайер и сместиться куда-то в сторону центром и попытаться надавить на т2 там можно можно подействовать и так он не себе сколько до конца эгиды интересную вот такой момент минута 24 а может быть ее как-нибудь реализовать помощью хотела я думаю в этой ситуации гиды это скорее фану вас по целую видишь даже смог производится без снайпера который с этой гидой и как раз под выходят под тройку противника манимейкер с или куда-то в мид конечно underlord плохая цель для атаки но именно этот герой палится на крипах и ждут в тройке противника манимейкер с какой загулявшего кэри но скорее всего нет этого не сделают не найдут они никого интересно смысл пм уже фото 2 не могут на тройке подождать кто-то зайдет кто-то не зайдет но вот по моего спалил у него еще дэшка имеется данный показывается правильно посвечивать ма петуха или хорошие еще есть там ба между прочим стоит надо бы разрушить и по быстренькому чтобы продолжить драться потому что готов нами дженер принимать и таскивают без мастера просто на шкирку центра файда практически здесь его избили правда успел он про мурору выдать в битрайда по тройку там не добили но добили зато без мастера в обмен на пм а есть но только практически бигнута погиб если что в центре замеса добили и по счет повершота правда ридис тоже отправляется в таверну пока размен тройки вместе с саппортом из каждой команды ричман конечно же уже с акторином поэтому откат лассо в разы быстрее но егор с эгидой три секунды до конца хотят подождать конца эгиды и напасть на него нет нет команда на дженер пока еще ожидает и здесь лукас плейми лассо 8 секунд под 8 секунд можно вот джус перетянулся также сюда и вместе надо нападать надо как раз таки его разбирать слэр отсюда делается паута негора а егора вытащить успели это сделать и прям последнюю секундочку его забирают странный немножко муф от снайпера почему не сделать паут раньше информация о лассо имелась и как-то только один лукас спасся оттуда живым домов действительно слабые странные у нас немного странные результаты драки потому что она была такой очень активный и долгой самое главное что манимейтерс выполнили свою основную задачу не снесли это два противника в миду и уже будут давить далее на сайды уничтожая все внешние противника наскоро скопали от дота двору да и совершать наибольшее количество помощи союзникам среди всех участников 2 дивизиона лейтинг вроде все восточной европы среднем за карту саппорт navi джуниор делать по 17 ассистов ё-моё какие цифры это очень большие цифры если что от саппорта тормендор это больно бы тройду выживает и в общем то здесь да и остается шарти кризис немножко сместились цифра правда в сторону нами джуниор после последнего файта и в общем то 79 на 21 было 2000 преимущество стало 4 ну теперь 3 какой-то среднеархметическое но манимейтерс на самом деле более активно двигаются по карте пытаются играть через объективы она виджу нер выступают и скорее вторым номером что как будто бы не свойственным героем есть ощущение чтобы трейдер должен играть здесь поактивнее да поактивнее нам добрался докторина сейчас еще бы талантик добраться чтобы еще меньше было когда класса и вообще кайфовать на своем герое просто пока дай нажимать свою кнопку и гарантированно вытаскивать кого-нибудь кого-нибудь по-любому мкб на террор и для нам подсказывают но против бабочки от медузы грамотное действие и исполнение команды керри восполнение команды манимейкер с керри в общем пока я как-то все равно не верю в эти 20 процентов пока как-то верю в то что манимейкер смогут просто лейт у них крутой лейт очень крутой снайпер вы идете тб убийствуете мне баба лейт у этих ребят нравится что больше смог смог у нас думал что под рошана но на самом деле в снайпера несмотря на то что сна и красить юри два саппорта бетрайдер в соло пытается его убить и пм также делает телепорт пытается помочь своему мидеру и просто отходит на виджунер какая-то к дерзкая атака на своего фармящего снайпера тем временем пытаются еще убить андерлорда через ультимейт бестмастера слаб производит венка и пытается сделать и паут и делает она это и сохранять свою жизнь а вот прямо похоже никуда уже не уйдет она спасла ценой и практически своей жизни правда на улетела он не зато дейс вот наверно у нас улетел тоже на 40 секунд 626 монеток отдал и если что выиграны полностью файл за money makers минус 2 они реализовали отыграли преимущество да есть еще сейчас нет надо бы ее еще отменить его спокойно потратить здесь крипы на месте и спокойно еще и обжить его забирать для команды money makers а можно теперь посмотреть на процент побед дата плюс потому что еще одну внешнюю вышку забывают забирают вас money makers еще и занимают зону урошана да и вот все еще 75 процентов знали джуньер но честно говоря все больше и больше на сомнение какие цифры не верят абсолютно в этого снайпера который потихоньку уже набирает свой над ворс в отличие от войда в прошлой игре обгоняет он уже андерлорда до андерлорда он уже здесь обогнал но пойма как-то с первых минут ты играя в данной карте не задалась если он выдавал безупречный перформанс на своей бруде в предыдущий то здесь от его игры не особо-то многое зависит да он конечно выдает качественные порталы и прочее но нет такой соли как допустим было в предыдущий и это душка организована специально под него за счет слейра на данге и first blood который в конечном итоге пойма отдал они сделали свое дело и пойма таблицы коров взыкает и принципе особо ты не лезет не рыпается ну и тем более ты сама хвалила поймая именно на магнусе то есть это такой у нас герой который скорее сетапе драку который активно играет андерлорд это несколько другого рода герой более пассивный это скорее елка для ауру и видим мы сравнению настроек и видим что вверх у нас больше форме что на самом деле логично бестмастер довольно таки много у нас занимает карте разменит у нас т2 вышку на рошана на беджу не я тоже второй рошан для money makers да это уже второй рошан для них правда в этот раз может быть даже лукасу отдадут спокойно эгиду даю пытаются немножко high ground нас побить на ави джуниор понимают они скорее всего что противники забирают у нас рошана и вверх на стоит крайне сливого просто дал кримсом и через клифф будет защищена т3 вышка она виджу не распокойно отходит и теперь уже money makers будут пытаться у нас реализовать и едис сыр и пытаться сделать из этого счет 20 это так но вы дорогие друзья можете себе фрибете кто десяти тысяч рублей сделать просто сейчас просканируйте qr-код получаете его или просто крик в описании трансляции там вся также информация представлена все это можете вы проверить вживую также проверяйте конечно функционал приложения онлайн котором собрана детальная статистика 2000 знаю джуниор 11 на 9 по фрагам дата у нас такая неконтактная по фрагам но насыщенная по файтам да у нас был единственный fight 5 на 5 это у рошана и в самом начале по десятой минуты по т1 на виджу команды редко комититься и в целом по понятной причине хотя медуза на играет излишне соевого и даже под свои какие-то активные предметы вроде раннего баттерфля или чего-то подобного почему-то не ходят файты 5 на 5 и сейчас money makers пойдут через низ будут пытаться закрыть последнюю внешнюю вышку и уже заходить далее на хай граунд можно можно даже нужно я бы сказала что доктор прописал потому что вообще могут и гида сыр все как бы они заряжены готовы не по распай и это очень важные гиды я не важно что она именно у снайпера потому что снайпер во время того как будет заходить на хай граунду будет очень бояться битрайдера потому что будет сломанная позиционка и этого как раз шанс рано зайти на хай граунд и рано спушить одну из сторон для money makers она виджу не расплетится по карте и в основном располагаются на верхнем лайме да в основном именно так и происходит у нас есть заход на рампун от команды money makers но он такой немножко развлекательных целях был произведен особо здесь сместить как-то не удалось они лишь его немножко под пробили на половину хп и оттянулись и следующей пачкой разве что самое главное что они сделали это стянули ты пешки под эту т3 только битрайдер у нас остался наверху дофармливать какую-то свою шмотку у т.б. уже есть мкб не успел увидеть что он там собирает далее а битрайдер битрайдер улетит шива собирается он пик лапать и смог оформляют money makers как они уже делали перед заходом на хг они оформляют смог и возможно будет двойной смог это кстати хороший такой паттерн который для будущих аналитиков будет очень важно чтобы скажем так читать эту команду идут они наверх и никого там не находит потому что битрайдер уже нашел свой шмотку он уже дофармлив дофармлив шиву и возможно сейчас будет смог от наведжу не вижу что они собираются на карте и будут делать контр-выпад контр-выпад надо делать самим джонер или они рискуют сейчас потерять эту игру поскольку money makers очень хорошо очень хорошо карты раскачивают мы будем честны они сейчас поджимаются все стороне не поджали бог они сейчас поджимают топ и пока на вид джонер с этим делать ничего не могут они вроде бы искали какой-то фраг но в конечном итоге все равно и заставили ориентироваться на базу хотел бы еще отметить слоера с его ранним гемом ни разу номер и делает у нас смоки оба команда и обе команды стягиваются подмит и скорее сейчас будет какая-то драка да видит у нас как-то мидером мирно в общем разошлись команды бывает репых понял что разревелился и просто ушел на блин кем пока у нас без контакта бесконтактная дота бесконтактная да бесконтактная она уже кстати минут 5 бесконтактная если что 20 прагов было осуществлено и она действительно такая супер бесконтактная получается пока да пока так гида имеет свойство заканчиваться через 20 секунд буквально мкб есть почти в руках у снайпера если что и буквально всего ничего ему осталось для того чтобы забрать себе последний ингредиент для того чтобы собрать важнейшую шмотку и медузу можно было пробивать смог и команды navid junior пошли они в атаку сами первые есть лоско есть все шмотки для того чтобы пойти наказать оппонентов но как же они разошлись как же они достаточно иронично разошлись друг с другом без мастера вовсе считает этому и делает отсюда ты паут видом было как они там рисуют стрелочку на карте и видно было что рисуют они стрелочку не туда но зато сейчас забирается 6 лотосов у нас почему-то забили в общем команды на этот ресурс забирать разоглас манимейки грамотно работает по объективам доступно на карте получает себе еще и слоя это если что дополнительные ацей просто в этом да это очень круто хотел сказать что сейчас будет делать смог манимейки раз потому что и движение выглядела как будто бы они собираются это делать но почему-то передумала передумала команда делается это командное действие да хотел как раз отметить слейера что он играет в таком стиле ли пошки понял он что дота бесконтактная очень мало киллов у нас и соответственно взял ранний гем и очень хорошо девардит и лишает вижена противника по карте и помогает это манимейки раз удерживаться несмотря на то что все стоять процентов отдает дота плюс в сторону на виджу не то сейчас у меня есть сомнения мне кажется уже 60 на 40 либо что-то подобное это же так думаю что графики сместились если нам покажет я буду более чем счастлива и мы глянем как раз что там сейчас по процентажу год на джуз куда зашел надо идти отсюда его тут находит первым лукас начинает кстати ману ему всю выжгли но стянуть правил успели успели они ему отменить и пешку но там выключать в арку тем временем подсейвливает ридис неплохо звук до джуза но уже бежит за ним биггнам 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 догнать бы пытается сделать отсюда оси репортом получился сделать мана нет это бы понимает тп отменяет меняет портал страшно все таки идти в неизвестности и нашли второй конец этого портала и очень возможно была бы результативная драка если бы медуза не погибла если бы точнее забрали конечно же берет ассмитер ричман ричман что умирает да ричман умрет от ульта снайпера а нет я не слышу что заряжает да все-таки зарядил он и убил бедрайдеры похоже что сторону мани мейтерс точно заберут сделать более чем сыр там еще от лукаса конечно прожимается вот год джуза надо быть аккуратным и половина мана имеется есть дейс который кстати ставит свою шарматную способность из-за этого здесь немножко времени выигрывает для себя выходит нас таверна также кстати ричман если что выкупается поэтому без мастера можно забрать нужно до забирать вместе с медузой учился сделать и слейра тоже здесь наказали и в обмен на байбэк забрали если что еще и курьера у без мастера с али барды но конечно мне всяких сомнений тут получили больше money makers это вообще шок они очень быстро выключили бы трайдера как бы еще две смерти от саппортов и медуза там тоже было не укор но у наведжу не расположительно все-таки они не лишили стороны они лишились только т3 вышки поэтому вот этой макро задачи виде снесенной стороны и усиленных крипов у манимейтерс она не выполнена плюс все большие кнопки кулдауны пошли у манимейтерс и скорее всего я бы на месте наведжу сейчас пробовал как-то закоммититься и вот как раз они все вместе пытаются найти свою драку вокруг рошана вообще да вообще да рошан такой сейчас местом сбора будет игроков поскольку он и тем и другим очень даже релевантен и все это прекрасно осознают правда до него еще минута как бы все это понимают там вытаскивают текиса как вообще-то работает он же привязан дерево и понимаю как физик работает но здесь конечно ветром него снесло немножко подальше там кстати там был в это время соси довольно быстро год до джуз слэр больно ему но он выживает поцетеки сейчас вернется поэма 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 очень больно не вытягивать ее в логрессе с того света погибает он рейдис пытается сделать отсюда полт праймл рор в него выдает еще и ультимейт снайпер зарядили и здесь его не прощают оставляют от вместе это кстати для манимейкерс рошан секунд поймать наверное но все но они решают просто без рошан идти вот так вот вперед зеркальная ситуация разменяли у нас байбэк на тройку и саппорта и на самом деле сейчас у лукас она закончится форма скоро и возможно все-таки успеют у нас возродиться андерлорд и компания и как-то по контакте для товара шана поэтому может быть и даже для манимейкерс это немножко в минус все произошло на то что казалось бы они вот убили друг противника но держать противника но все-таки мета слишком важная кнопка слишком у нее большой куда он она требует очень эффективной реализации согласно согласно нет это большая там смог на снайпере я так понимаю это уже ninja gear который так и это рошан и рошан для манимейкерс по таймингу ребята знают же я так понимаю отпускают поскольку перетянутся уже не представляется возможным и это рошанчик я на манимейкерс кому то ли рефрешер они его бестмастер успехнули грамотно грамотно два права урора два надежных контроля на медузу это может быть для нее смерть я бы еще подумал для прорешил рефрешер на т.б. периодически этот айтем просто покупает за герою как раз из-за важности мета и как мы уже говорили потихоньку у нас процент побед скатывается в сторону манимейкерс но все равно на виджу мир у них больше 70 процентов сейчас 70 примерно это конечно удивительно то ли то ли да то плюс ошибается то ли на виджу мир все таки исполняют очень ненадежно прям как на первой карте м как на первой карте помним как было действительно буквально совсем недавно вместе опять ходит манимейкерс а кстати может быть стычка потому что я вот здесь находится и там ястреб если что летит нет он не для тела до конечной цели поэтому прочекать медузу здесь до конца не смогли ребята и она спокойно здесь убежала заряженную снайпер очень много у него тоже шмотка имеется довольно больно он уже выдает импакта из себя урона там хоть добавляй заходят манимейкерс на сторону где нету т3 вышки решают они все-таки закончить начатое и сейчас будет очень длинный и долгий контест хай граунда возможно ждем опять смог от манимейкерс уже такой привычный для нас под и паттерн интересно насколько они изменят себе или нет и туда затишье перед бурей дамы и господа смог от манимейкерс пошли они в вражеский лес кстати нашли да и за да и за затыкать просто его снайпера удалось солны рипом его слоя оформляет 49 секунд есть байбек на типичное уже действие от манимейкерс и она уже второй раз успешно для этой команды и конечно на виду миру очень сильно зажаты на карте очень мало как следствие фарма и выглядит так что манимейкерс должны потихоньку увеличивать свой перевес и забирать еще одну т3 вышку за счет рейнджа снайпера получать у них это сделать и сейчас еще будет вы с двумя катапультами возможно именно под него будут манимейкерс снова пытаться заходить снова реализовывать свою аегу пока есть время две минуты они могут еще здесь полностью вообще спокойно перегруппироваться подфармить леса и спокойно пойти вполне себе на сторону конечно конечно могут себе позволить navi junior вообще закрыт на базе медуза уже очень давно не фармит дайдалус наконец-то и практически приезжает только надо купить димана и и как только докупит борезу уже там будет купленный дайдалус все на самом деле очень важно чтобы на видом анимате чтобы медуза не получила свой 25 уровень поскольку это будет ее последний последний пик силы и далее уже она будет ослабевать но с другой стороны манимейкерс т.б. который в гипер войти тоже не слишком хорош для манимейкерс тут хорошо что у них по сути 2 тупо это эфире 2 один щека получать немного у нас медуза это из за манимейкерс если что они так нормально за минутку набрали себе преимущество но это все-таки результат того что перед привыше что очень много себе не знать все-таки 733 изменилась карта стало больше компов для фарма на так как ты заперт на базе у тебя медуза которая требует шмотки она ничего сделать особо не может на базе не пофармить но с другой стороны 41 минута 5000 это вообще не перевезли на гости анти игры даже если это один герой это всего лишь одна шмотка уже намного важнее байбеки и этом манимейкерс байбеков практически нет именно умная в джунио сохраняются деньги для возможности выкуп на это так и так т.б. упакованный парень не выложу тоже по шматкам все более чем мог ее правда шесть с половиной тысячи на руках он не по тебе не шарт не гоним то есть пока ждет непонятно чего ждет наверное может быть какой-то мундшард хочет себе так я пойму вон су не тратить сейчас деньги заканчивается гониму и гором и реализация как мне кажется прошла успешный на вид джунир под этот тайминг пытается сделать смог я обходят минки рада красиво но как мне кажется датайд распалился немножко на клипах манимейкерс к этому готовы и встречают на вид джунир на хайграунде и происходит контакт и опять у нас бесконтактная контактная вот дота драка заканчивается практически ничем уже на своем хайграунде встречают на вид джунир манимейкерс сейчас будет еще один контакт пытаются у нас продавить бигнума и похоже что даже лотос его не спасает даже лотос года джуз килинг спре имеет классно приняли драфку 88 секунд он выкупался там кстати прям урора нашлись чтобы тройда его тоже можно убить и у него есть бэйбэк но чуть-чуть урона залетает по ним фатальный выкупается проход снайпера нашли если что он не покупается и гор до сих пор и там лукас просто один против всех начинает по пм а пм а мало у него остается не ничего не лана ничего медуза сандра на ее залезали и она погибает прямо тоже это дело лишь времени приходит сюда ричман ричман вкб надо делать и палки есть возможность пора бы это сделать если погонятся за ним то найдут они его отпускают но то что конечно сотворил сейчас лукас это прям какая-то же до 2 кора выживают у нас манимейкерс еще и просаживают вингу вряд ли конечно убьют она уже слишком глубоко уже 10000 преимущество свапается винга зачем-то видимо куда подбайбэк андерлорда но она умирает и сейчас будут пытаться убить уже саппорта и тройку команды манимейкерс вытягивают нас через лассо вверх на хайграунд при этом лукас у нас разваливает вверху и убивает ее а вот вверх вверх выживает за счет у нас сыра выдает ультимейт в бэтрайдера выкупается у нас еще и в эрка пытаются сейчас убить его вверх и явно отдают его команда манимейкерс за по сути 2 байбэка у нас уже преимущество 11000 все очень хорошо манимейкерс они на самом деле большие молодцы все они делают прям правильно для такой стадии игры они не тратят байбэки при этом заставляют тратить их противников и конечно как много наносят т.б. урона т.б. наносит просто колоссальное количество урона 9 700 сравняя его это только наверное бэтрайдер 9 200 минут за 5 800 она довольно быстро рассыпалась от лукаса много он понял того файта 2 900 что вообще себе покупает у меня 7 700 на тебе апнутый блин потом аганина наконец-то вот что-то достается здесь шарта торминтера бигнаму получает себе еще дополнительные преимущества плюшечки с этого торминтера и в общем то еще один рошан вот таймер дополнительный сколько 7 на секунд и между прочим ему близки ребята знают джунира может этим по-быстрому забрать рошана потому что такой минимальный таймер прочитать money makers могут и не смочь на вижу не тоже не могут его прочитать они явно хотят вначале найти драку но скорее всего сейчас они все-таки поймут что муж поднялся да и будет забирать этот обжекте money makers не понимают что противники выполнять это действие и пока просто тут конечно неприятный сюрприз будет ждать когда будет тот самый звуковый сигнал что рошан падает что какого фига 17 секунд так-то дополнительный таймер это вообще из разряда фантастики вот нам довелось наблюдать секунду дополнительного таймера на рошан представляет да и вот money makers исполняет смог хотели не сделать под рошана но вот тот самый 17 секундный таймер случился находит пытаются не найти драку несмотря на едис нападает они на варку которой нету байбека и скорее всего на месте money makers я бы это пытался реализовать что четверо противников и знали джунир и целых 60 секунд они не смогут реализовывать свой едис это тоже очень да это это так придется какое-то время потащить на базе чтобы подождать в арку из марки действительно опасно что-либо делать 14000 из на money makers тут надо главное вовремя окончить игру умеете оканчивать игры важно мы не обсуждали предыдущего матча то что вот надо сфинсера хвалили за то что они умеют заканчивать игры как интересно с этим дела обстоят и money makers могут ли они в нужный момент закончить или же все-таки будут проблемы некоторые с этим и они вовсе будут пить сам об стену пока money makers умеют отдавать тамбу просто так заканчиванием игра у них проблемы но все-таки у медуза едис и обратите внимание как раньше у нас на навиа джуниор с аедисом насколько они раскрывались и начинали играть активно теперь даже с аедисом даже сыром они зажаты на своей на своей базе и тем временем у нас пауза до крашится у нас дотом ты кстати вот часто встречаешь вообще подобные базе скажем так доте какие именно ну просто какие-то краши просто последнее время я прям часто вижу подобные подобные паузы из-за того что у кого-то дота крашится кстати уже 50 на 50 у нас 46 на 54 до сместились но вообще как правило когда выходит какой-то патч там чаще всего вот первые дни правда доту немножко штормит и приходится ожидать пока люди перезайдут но у меня лично когда этом играю мне такого проблемы не возникает хрени и показывают нам кэри светов нули бывает кстати знакомая знакомая история если что правда погодные условия были причинами вот таких вот моментиков возможно где-нибудь в казахстане сейчас тоже дождь и нам показали кстати график того как у нас медуза и т.б. насколько вровень они идут по нетворцу и на самом деле совсем недавно когда нам показывали не байбете а нетворца я тоже обратил на это внимание что оба кор у нас имеет по 30 тысяч и с одной стороны вроде бы за счет иллюзий т.б. у нас должен иметь больше еще и т.б. насколько мы помним было просто прекрасный старт после линии но медуза на умудрялась умудрялась удерживаться наравне с ним и удерживать свой нетворц интересно что на медузу там покупала я видел бкб уже седьмым слотом честно говоря непонятно то что он будет менять эту медузу можно сейчас как раз посмотреть скорее всего он в бэкпаке его где-то держит нажимает и убирает обратно да если нам покажет медузку будет очень круто и понятно действительно что боковая до в планах я думаю пику какой-нибудь уберет я вот не помню бы как бы есть точная история с рефрешером что он у тебя в бэкпаке не куда уница насчет бкб я не помню и смотрим мы сколько у нас уничтожили вардов насколько я помню в нают джунир 6 варду в среднем уничтожено за счет того самого гема о котором я говорил 10 вардов уничтожил слэйер и намного намного ухудшил статистику на виду в этом смысле 44 варда поставил у нас да много но это с центриками конечно считается это конечно все центрики показывают сравнение теперь мидеров снайпера и бэтрайдера ну в общем то как то так вот дела это байбеки вот эти вот графики которые вниз резко как склон снежный это на самом деле хотела бы ну не знаю как это выразить но в общем егор большой молодец он смог вернуться на этом снайперы в отличие от вайда в прошлой игре и снайпер он действительно вернулся к нитворсу и скажем так возможно именно из-за этого money makers настолько хорошо смотрятся и уже вот 50 на 50 дает им дота плюс видимо что все кома все игроки команды navi джуниру патеров именно под конец немножко просели за счет байбеков которые недавно они делали ведь именно navi джуниор ходила сделать их чаще и по сути все позиции у новей играют сейчас имеет чуть меньше нет ворс если сравнивать сам анимейкерсами кроме кэри тебе больше понравилось вот это или предыдущая ну надо конечно досмотреть может быть тут сейчас будет какая-то невероятная драка или что-то подобное наверное наверное скорее это потому что в как будто бы в первой карте тебе прям ты с нулевой минуты думаю что что-то происходит неправильно карты для разборов которые точно артстайл будет разбирать команды там проговаривать какие-то ошибки разбирать их и так далее вот здесь как будто бы его таких критично каких-то ошибок и в общем эта карта на больше походят на какую-то уже больше и в один историю ждать и вообще комбатчут от navi джуниру или ты думаешь что все конечно мне тут конечно хотелось бы послужить твое мнение я думаю что скорее сейчас money maker закон все-таки закончат потому что у них очень хорошая ситуация по игре скорее всего не дождутся а едеса и прямо сейчас не будет заканчивать после едеса после опять своих смоков которых постоянно не читают они смогут видеть вот что насчет тебя я на самом деле солидарно просто полностью потому что я не думаю что тут уже медуза способны что-либо противопоставить плюс отсутствие байбеков она тоже очень сильно роляет я даже еще говорил это на 15 минуте что почему вообще не верят дот в money makers потому что лейтер за этими ребятами это очевидно было это снайпер сильнейший выйти и проблема в том что тут есть конечно кому до него добираться безусловно то есть это патрайдер это венгайд там андернорд со своими пидохмейлисом в будущем но у него есть под сейф в лице слейра у него очень сильный бэк то есть это текис который тоже рядом и постоянно ну как-то сейвит то есть если так подумать до снайперы не особо-то всегда и добираются но помимо снайперы есть еще одна боевая единица это т.б. который вообще все равно держится в контроле не держит он уже обладает просто каким-то невероятным количеством урона который перебить уже возможно все он же в кондиции он уже набрал свои шмотки и уже как бы отпускать эту игру ему не представляется возможным вы должны просто нереально звезды сложиться чтобы он здесь как-то изменил судьбу своей команды еще не команда понят к слову медуза скоро будет 25 уровень как раз тот самый пик силы о котором и говорил и возможно под него будут смакаться на вид жулирули вот пытаться как-то начать драку конечно стоит сейчас весь опыт оставлять именно кэри рожденных побеждать еще хотел бы отметить то что я ставил на 20 но забавно что оставил на 20 в другую сторону и я буду возможно прав несмотря на то что абсолютно не прав ждем пять минут остается у игрока команды navi джуниор для того чтобы вернуться и продолжить данную встречу о возвращается это радует да включили у нас свету в эрке и она извиняется за свои проблемы и от нажимается у нас пауза конечно хотел бы еще отметить в каком бедственном положении у нас находится винга по над ворсом просто 8000 на 50 минуте что-то в духе старых саппортов которых было и ботинки больше ничего за money makers наш к 48 минута и гиду оппонент но оппоненты нет пай баков и navi джуниор конечно осознают что и надо действовать аккуратно но том числе имеется минусы с эгидой поэтому когда если не сейчас как говорится раз так повезло значит надо реализовать ну money makers как-то безответственно играют они не оставляют себе бай баков тратят деньги интересно что купил себе т.б. возможно гоним и сейчас возможно будет драка поскольку navi джуниор вышли из хай граунда но нет нет похоже что потихоньку убегают navi джуниор обратно к спинных играм понятно непонятно будет ли драка делают двойной смог за счет ninja gear of money makers но драки не происходит драки действительно не происходит по крайней мере на данный момент на данный момент ребята просто стоят и фарм но осознают наличие второй жизни у медузы поэтому аккуратно чуть сами money makers хотя и непонятно почему с таким преимуществом происходит страх чего-либо пойма получает себе шард стармин трамп да кстати сильнейший шард фаер шторм которая теперь есть по области да странно что он самого не купил тем более уже настолько поздняя стадия игры и при этом явно много денег у этого андерлорда уже мог бы добраться и до шарда фармит бай бейте у нас все команды и скорее всего будет драка уже после аэгиса как раз будет 25 уровня медуза и это на самом деле шанс для navi джуниор 50 минута расслабляемся дамы и господа расслабляемся противостояние будет долгое всему хотя может быть и нет потому что сейчас navi джуниор пошли в смоках и navi джуниор ищет первыми пошли кстати там есть впереди во фронт-лейне именно товарищ бессмастер которого схватили уже вывезли но лукас прыгает вперед почти выключил вверху включать 70 секунд без нее если что у меня нет байбэка не включали на медузу медуза там покидывает снайпер практически оставлять ей маны если что там совсем чуть-чуть остается немножко но ее отпускает никто за змеи не побежал и выжечь ману это как бы хорошо но добить медуза это еще лучше они про неделю как я и говорю по 25 минуту по 25 левел медуза вышли все-таки navi джуниор я ездит сейчас закончится еще медуза и все сделали они идеально поймали тройку противников мастера но даже при таком идеальном условии драка для них оказалась в минус и потихоньку заходит на хэграунд и опять у нас прыгает уже в снайпер и бэтрайдер уже удачно убирают еще и мигну мы убивают у нас т.п. и тот самый кайп как камбэк по 25 уровень медузы произошел еще и рампагу оформляют у нас груза вот она камбэк и зрел я не знаю что произошло очень удачно прыгнул бэтрайдер смог он все-таки вытянуть этого снайпера и за счет этого медуза она просто все это время била и как раз зарешала та самая безответственность о которой я говорил и сейчас но все-таки выбрать и есть у манимейтерс делается пока два но скорее всего будут делаться и все остальные то есть это т.п. и андерло думают у нас navi junior что нету бэйбэка у т.п. поэтому пытаются уже идти в трон забирать т4 и возможно под неожиданный бэйбэк от т.п. вот да делать вот так раз у вас бэйбэк и будет он пытаться на неожиданности хорошо подраться но navi junior вроде как хайте такую историю и получается у нее безопасно уйти забирает они одну т.п. 4 вышку и выбивают бэйбэк из т.п. вернули они себя скорее всего те самые 75 процентов винрейта дота плюс а то и больше не ну кто мог ожидать что такое сильное сопротивление манимейкер встретит на рампе у оппонента и настолько сильная медуза которая перевернула все с ног на голову теперь 11000 уже за ними теперь уже проблему money makers вы купились лукас выкупился слэйр что же теперь самим им предпринимать вроде бы закон заканчивать должны были уже так близки были к этому а теперь еще играть и играть ну все-таки слишком сильно скелет у нас медуза по 25 уровень идут они рисуют стрелочку в сторону рошана сейчас очевидным будет игра вокруг именно этой зоны и посмотри на ситуацию с бэйбэками у всех игроков команды navi джонера есть бэйбэки а вот у money makers нет их вообще откатились по таймеру уже и бэйбэки но ситуация кардинально наоборот сменилась если что посмотри сколько рун забрал сейчас год до джуз 6 струн мудрость баунти баунти и кстати собирают себе рапиру ну пока еще не собрал мне кажется это сомнительное решение делать у нас мог money makers вот портал и будут пытаться найти хорошую для себя драку понимают они где примерно находится команда navi джуниор как мне кажется расположением money makers для навичем будет сюрпризом это кстати отличный таргет сейчас будут попадать возможно в медузу в спине находится прыгает лукас перевод просто на мужика прыгать еще и вверх у нас фокус и бэтрайдер это отличная цель никого он не сможет поймать и все-таки добивают у нас этого героя просаживается у нас встречу с просаживать у нас андерлорд и честно говоря какая-то куча молодых происходит об этой палаты снайпера похоже действия пытался сделать т.б. но у него не получается он за деком геймл плейд закончить да га 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 все-таки будет 21 у нас в чью-то пользу ты была права и navi джуниор буквально выгрызают эту карту money makers которые по сути не то чтобы вели всю игру но скорее именно они играли первым если честно то что произошло это это комбатча который не должно происходить по-хорошему будем честны нужно были забирать здесь спокойно money makers а отправились в итоге на третью карту да у нас произошла такая пассивная вторая игра всего лишь 50 киллов у нас произошло за 50 с чем-то минут и скажем так from behind у navi джуниор возможно получается даже лучше играть чем чем в активную темпа дота что удивительно учитывая то что это у нас подопечный арт стайла который славится темповый игрой давайте идем на небольшую паузу дорогие друзья перед третьей карты для того чтобы немножко перезагрузиться расслабиться и прийти настроенным на следующих картах этом 10 минут и приходите сюда снова